Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гармашова, приветствую вас! Находясь на отдыхе в Анапе, обязательно посетите родину советского шампанского – Абраудюрсу. Вас ожидает интересное путешествие и увлекательная история зарождения виноделия в России. Давайте сейчас вместе со мной отправимся на завод по производству шампанского и вин. Абраудюрсу Абраудюрсу – маленький поселок-курорт на Черноморском побережье. Названы так в честь реки Дюрсо и озера Абрауд. Здесь и находится знаменитый завод по производству шампанских вин. Туристы с удовольствием приезжают сюда, чтобы узнать историю завода и, конечно, продегустировать напитки. Во дворе винного хозяйства расположен небольшой фонтан, в центре которого находится статуя мартышки с бутылкой шампанского в руках. Ручная обезьянка принадлежала основателю завода князю Голицыну. Он и научил ее открывать шампанское. Этим фокусом мартышка развлекала многочисленных гостей. Раньше в аристографических кругах было принято иметь на званых ужинах и балах мартышку для открывания шампанского. Это выглядело очень забавно. Кстати, обезьяна всегда была символом винзавода. Абрао-Дюрсо, как имение царской семьи, было основано в 1879 году по указу императора Александра II. Главным виноделом ведомства царя стал князь Лев Голицын. В России его называли отец русского шампанского, ибо по его приглашению в Абрао-Дюрсо прибыла группа французских шампанистов для выпуска классического шампанского и прокладки тоннелей в толще гор. Уникальные горные тоннели, вырубленные в скалах еще в XIX веке, по площадью равны двум футбольным полям и достигают глубины 60 метров. Общая протяженность тоннелей 5 километров. Здесь находятся стеллажи бутылок с возревающим шампанским. Специальные стойки с ячейками поддерживают необходимый угол наклона бутылки. Это нужно для образования на пробке осадка, который появляется при шампанизации. Бутылки с готовым вином ставят горлышком вниз. Затем горлышко бутылки с осадком замораживают. Мастер, осторожно сняв скобу, скрывает бутылку, и пробка вылетает с огромной скоростью и громким хлопком. Чтобы не обрызгаться, дегуржеры, единственные в России представители этой профессии, надевают защитные костюмы и открывают бутылки в специальном ведре. В уникальных по площади тоннелях Абрао-Дюрсо все эти стеллажи единовременно могут хранить до 10 миллионов бутылок вина. Классический метод производства игристых вин – это долгий и трудоемкий процесс. Все начинается со сбора урожая и завершается окончательной закупоркой бутылки с помощью проволочного мюзле. Процесс шампанизации состоит из нескольких стадий. Коллекционное шампанское выдерживается в тоннелях не менее трех лет. В XIX веке процесс изготовления был полностью под руководством французских виноделов. Шампанское производилось исключительно для нужд царского двора, его подавали к столу Николая II, поэтому объем производства был небольшим. Так продолжалось вплоть до революции 1917 года, когда все французские мастера, так и не раскрыв ни одного секрета, покинули Россию. На некоторое время производство остановилось, но через три года на базе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз Абрау-Дюрсо. Его руководителем стал увлеченный винодел, изобретатель резервуарного метода производства игристых вин Фролов-Багреев. Шармат называют метод производства шампанского в резервуарах. Его отличие от классической технологии в том, что вторичная ферментация происходит не в бутылках на протяжении нескольких лет, а в больших герметичных емкостях в течение одного-двух месяцев. Сегодня этот метод используют почти во всех странах, производящих игристые вина. Интересно побывать в современных цехах винзавода, где проходит окончательный процесс закупорки бутылок с шампанским. Специальные машины автоматически надевают мюзле. Это проволочная уздечка, которая фиксирует пробку на горлышке бутылки. Стандартная длина ее 52 сантиметра. По легенде, это длина проволоки, которую выдержала из своего корсажа «Мадам Клико», чтобы закрутить пробку. На бутылки, которые проходят по конвейеру, наклеивают различные этикетки с названием шампанского и завода-производителя, после чего готовые бутылки автоматически распределяются в ящики. Объем производства в год составляет 13 миллионов бутылок. Выручка от реализации около 2 миллиардов рублей. Чистая прибыль составляет более 200 миллионов. Здесь славятся столовые и шампанские вина, о чем говорят многочисленные награды и золотые медали, полученные на выставках дегустации. Из 200 медалей 83 золотые. Винодельческое хозяйство «Абрао-Дюрсо» занимает обширные территории. Здесь находятся несколько залов для дегустации. Французский, царский зал Голицына. Я дегустировала шампанское в зале музея, где его пил Владимир Путин, когда был здесь на экскурсии. На этом предприятии проводят мастер-класс по определению настоящих вин. После чего легко можно определить натуральное вино от грубой поделки уже не по этикетке, а по вкусу. Мне налили шампанское «Абрао-Дюрсо Империал» светло-золотого цвета с долгой игрой мелких струек газа. Очень вкусное шампанское. Советы? Тонкий вкус этого породистого вина свежий и бодрящий. Напиток предназначен для гурманов, ценителей шампанских вин. Его пьют во время ужина с трюфелями и фуагра. Другое полусладкое шампанское – премиум куберне с малиновым цветом и энергичной игрой пузырьков. Красное игристое выдержанное тоже очень вкусное. Тонкий аромат обладает ягодным оттенком. Это вино лучше подавать в качестве аперитива, а также к сыру и фруктовым десертам. После дегустации и курса молодого сомелье вы можете купить пару бутылок коллекционного шампанского. Фирменный магазин завода всегда открыт для посетителей. Также вы увидите галерею фотографий именитых гостей. Здесь были известные политики, народные артисты, спортсмены, многие уважаемые дамы и господа, которые по достоинству оценили игристые местные вины. Этот винзавод – единственный в России производитель, где не просто создается, а именно рождается настоящее русское шампанское. Память о чудесном вине вы пронесете с собой в течение многих лет. В местности Абрао-Дюрсо планируют создание тематического курорта высокого класса, в данном случае винного курорта. Изначально здесь будет построен винный отель на 40 мест, затем еще три отеля с винными погребами и ресторанами. Комплекс сможет привлечь как российских, так и зарубежных туристов, не только для оздоровительного отдыха, но и для приятного досуга. Смотрите программу «Туризм», и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова